Финансовый конфликт назревает на фестивале «Белые ночи». По информации издания «Новый компаньон», генподрядчик строительства фестивального городка вовремя не расплатился с выставочным центром «Пермская ярмарка» за арендованные шатры на Эспланаде. Заместитель генерального директора «Пермской ярмарки» Антон Клепиков сумму долго не назвал, но сообщил, что платеж должен был состояться еще 6 июня. Ток-менеджер не исключает того, что в ближайшее время неоплаченные павильоны фестивального городка могут быть закрыты и опечатаны, не дожидаясь окончания фестиваля «Белые ночи». Содержательный, объективный, убедительный, еще и позитивный. Такие характеристики депутаты Законодательного собрания Пермского края дали ежегодному докладу губернатора о результатах работы регионального правительства в 2013 году. Виктор Басаргин представил его сегодня на пленарном заседании Краевого парламента. Подробности у Юлии Алеевой. Главная ценность, главный смысл нашей совместной работы – это житель края. И то, как реализуются в наших действиях, его интересы, они, в общем-то, достаточно прагматичны, достаточно просты. Надежная работа, свое жилье, качественное и доступное здравоохранение и образование. Ну и, конечно, достойный заработок. Пожалуй, именно по этим пунктам люди оценивают работу исполнительной власти. Не случайная ситуация в социальной сфере – первый блок в докладе губернатора. В 2013 году рост зарплат шел во всех отраслях. По наиболее заметным – в бюджетной сфере. В образовании на 29%. Здравоохранение, казань, социальных услуг – на 31%. В коммунальной сфере – на 18%. Показатели стабильные. В регионе продолжается естественный прирост населения. Сокращается количество уезжающих из прикамья талантливых выпускников школ. Прекратился отток кадров в здравоохранении. Благополучие в социальной сфере – результат продуманной экономической политики. В своем докладе Виктор Басаргин четко обозначил идеологию и приоритеты работы краевой исполнительной власти. Основной упор – на развитие реального сектора экономики и привлечение инвестиций. Объем инвестиций за 2013 год рекордный – 189 миллиардов рублей. Иностранные вложения выросли за год в 2,5 раза, достигли 2,7 миллиарда долларов. Это второе место в Привозском федеральном округе. Более 40 минут депутаты слушали. Потом еще полчаса задавали вопросы и остались довольны. Объективный, понятный доклад. С хорошими цифрами доклад. Доклад действительно такой, какой он есть. Цифры не преувеличены, не уменьшены. Очень много позитивных вещей. Это строительство действительно жилья, детские сады. Позитивных моментов много, безусловно. Доклад убедительный. Ну и, пожалуй, впервые там дана такая принципиальная оценка деятельности правительства. Но это, наверное, происходит потому, что можно и есть возможность показать конкретные результаты. Рассмотрев отчет губернатора о результатах работы Краевого кабинета министров, парламент его принял. Юлия Алеева, Михаил Ситров, Телевизионная служба новостей. Незаконный бизнес под прицелом. Летом число несанкционированных объектов в городе заметно увеличивается. Торговые ларьки, автостоянки, рекламные щиты. Многие из них не только портят облик Перми, но и потенциально опасны. Напомню, в начале этой недели мы затрагивали проблему незаконно работающего ларька на Спешилово 96-Б. Как администрация Ленинского района отреагировала на наш материал, расскажет Екатерина Леонова. Срок договора аренды у владельца павильона на Спешилово 96-Б закончился еще в прошлом году. Однако он продолжал работать. Уже незаконно. Ему было дано время для сентября месяца самому убрать, разобрать свой павильон и перевезти в другое место, где бы он хотел продолжать работу. Но предприниматель не захотел это делать. Строение состоит из двух частей, поэтому одним ломом здесь не обойтись. Работа будет проходить в два этапа. Сначала разберут металлическую коробку, а после займутся кирпичной. Проблема, связанная с несанкционированными торговыми точками, летом заметно обостряется. Серые ларьки портят облик города. Продаваемый в них товар имеет сомнительное происхождение и не проверяется соответствующими инстанциями. По поручению руководителя администрации Перми Дмитрия Самойлова, борьба с несанкционированной торговлей стала одной из приоритетных задач городской администрации. Все торговые точки в городе должны работать по закону и не во вред людям. Так как здесь нет контроля, можно пищу некачественную купить. Сейчас достаточно магазинов и вот такие вот заведения, они, в общем-то, наверное, не нужны. Городская и районная администрация регулярно инспектируют городские улицы и выявляют незаконные торговые точки. Но при любых проверках хозяева таких киосков, как правило, отсиживаются за спинами продавцов. Игра в прятки тормозит решение проблемы. Но сотрудники администрации не намерены опускать руки. Будем системно сносить все незаконные объекты, в том числе, которые находятся и на набережной, и по монастырской. Ну и будем продвигаться к центральному колхозному рынку. В последнее время дело спорится, отмечают в администрации. Упрощенный механизм ускоряет темпы ликвидации. Благодаря изменениям в законодательстве убирать незаконные конструкции и торговые точки можно в административном порядке, без решения суда. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Всем выйти из сумрака. ГИБДД усиливает контроль за водителями-любителями тонировки. Летом прошлого года закон приравнял к технической неисправности затемненные лобовое и передние боковые стекла. За нарушение штраф 500 рублей. В рейт с автоинспекторами отправилась Елена Яговцева. Водитель иномарки эмоционально реагирует на требования инспектора заплатить штраф полтысячи рублей. Тонированное стекло его авто практически не пропускает свет. Хозяин автомобиля удалил пленку на месте и решил, что проблема решена. Но не тут-то было. Снятие госномеров, если водитель не в состоянии на месте устранить эту неисправность. Есть такие водители, которые на месте устраняют неисправность. Тогда к ним применяются меры административного воздействия. То есть штраф 500 рублей. Но госномера при этом не снимаются. Легкие движения руки и водитель выходит из сумрака. Большинство владельцев машин с тонировкой проявляют благоразумие, рассказывает ГИБДД. Но ездить, как они говорят, в аквариуме будут недолго. Опыт показывает, большинство из них вновь стремятся уйти в тень. Ну не знаю, вы дома шторки вот вешаете для чего? Чтобы как бы, не знаю, чтобы никто не видел там. Ну так мне больше нравится. С позицией «я тебя вижу, ты меня нет» следует распрощаться, говорят инспектора. Закон един для всех. Передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Для лобового нижняя отметка 75. У прибора возможна погрешность, поэтому замер делают трижды. В ходе очередного рейда выявлено более 40 излишне затонированных авто. Владельцы оштрафованы на пять сотен рублей. Всего с начала года в краевом центре зарегистрировано 6 с лишним тысяч таких нарушений. Елена Иговцева, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. Немецкие кавказские овчарки, лабрадоры и ротвейлеры. Порядка 300 обученных псов Пермского кинологического центра бок о бок с инспекторами выполняют сложнейшие операции по задержанию преступников и охране правопорядка. Как готовят к службе четвероногих напарников полицейских, выяснял Артур Максимов. На старте разыскные собаки проходят отбор высочайшего уровня. Это своеобразные вступительные экзамены. Животные обязаны не только четко выполнять команды общего курса дрессировки, также они должны распознавать различные запахи, искать людей на большой территории, оповещать без голоса об опасности своего хозяина. Если же собака не проходит хотя бы один тест, путь в боевые товарищи ей заказан. И по своим психофизиологическим качествам она будет признана непригодной, она просто выбраковывается. Порядка 30% собак не проходят тест. Развитие науки и техники идет семимильными шагами, но специалисты по поиску взрывных устройств и наркотических веществ и не думают отказываться от помощи четвероногих напарников. Каких-либо приборов, каких-то очень таких больших разработок, которые сегодня ведутся, я думаю, что нос собаки не заменит еще долго. Животное, прошедшее все ступени отбора, прикрепляют к кинологу. С этого момента инспектор и собака становятся единым целым. Предстоят каждодневные изнурительные тренировки. На занятиях в роли нарушителей выступают те же кинологи. Служебная собака способна выполнить самые трудные задания. Однако для того, чтобы достичь абсолютного взаимопонимания, одной только дрессировки недостаточно. В этом году в Пермский зональный центр кинологической службы поступило 8 десятков молодых псов. Через полгода, завершив обучение, они приступят к исполнению служебных обязанностей на территории Прикамья и других регионов страны. Артур Максимов, Александр Копусов, Телевизионная служба новостей. Куда уезжают пирамики или почем нынче all-inclusive в сезон летних отпусков в самом разгаре? Какие направления популярны среди горожан и как они предпочитают проводить свой отдых, расскажет Евгения Караксина. Не ходите, дети, в Африку гулять. Сегодня эта фраза в сфере туризма не актуальна. Пирамики в этом сезоне бронируют семейные туры в экзотические страны. Самые популярные – Марокко и Кения. Национальные парки, заповедники. Посмотреть на африканских крокодилов и бегемотов под открытым небом – удовольствие не из дешевых. Билет только в одну сторону на человека обойдется примерно в 50 тысяч рублей. Однако и российские неэкстремальные курорты могут также ударить по карману. В последнее время, естественно, люди спрашивают про Крым. Я бы не рекомендовала в ближайший год-два ездить в Крым, потому что инфраструктуры сейчас там нету никакой. Сейчас очень много заложено строек, планов на будущее. Но на данном этапе это нецелесообразно, это большая трата денег за то, чего по факту еще не существует в данном курорте. Помимо пресловутых Турции и Египта, в этом сезоне много любителей стран Азии. Камбоджи, Вьетнама и Китая. Мы поинтересовались у пермяков, где бы они предпочли провести отпуск. Ну только Европу тогда. То есть там есть история, там есть архитектура, там есть памятники, там есть культура своего народа. Там есть чему поучиться. Где нестабильная обстановка, я бы туда точно не поехала. А вообще мы крайне мало ездим даже по нашему пермскому краю. Вот у меня двое детей, я еще мало местом показала. Поэтому не стремлюсь обязательно уехать за границу. Пермский край также может быть привлекательным для любителей активного отдыха. Каменный город, Хохловка, Музей политических репрессий, Перм-36 – лишь малая часть наших достопримечательностей. Одна которой операторы признают отдых с комфортом, что называется, all-inclusive у нас пока не предусмотрен. Хотя любители отпускного экстрима, а это, как правило, молодежь, данный факт нисколько не пугает. Скорее наоборот, притягивает. Больше, конечно, все-таки молодежь интересуется какими-то новыми направлениями. Им интересно, они не хотят возвращаться туда, где уже были неоднократно. Это да, это присутствует, это радует. Многие хотят быть ближе к природе. Для них в туристической сфере предлагают экотуризм, он же отдых по-сельски. Желающие едут в национальные деревни и знакомятся с жизнью, традициями, кухней местных жителей. Евгения Караксина, Александр Копусов, Телевизионная служба новостей. 12 дней музыкально-танцевального праздника в Перми открылся международный Дягилевский фестиваль, который носит имя известного российского импресарио гражданина Перми Сергея Дягилева. По традиции это будет форум-премьер. Ценители прекрасного ожидают многочисленные концерты классической и современной музыки, оперные и балетные новинки. В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения хореографа Джорджа Баланчина. Российский эмигрант создал американскую школу балета. В ее основе каноны русской классики. В этот раз Дягилевский фестиваль открывается премьерой сразу трех балетов постановки Баланчина. Это Аполлон Мусагет, Рубины и Симфония в трех движениях. Всего в репертуаре пермского оперного уже 10 спектаклей выдающегося российско-американского хореографа. Сегодня это часть основного репертуара текущего. Мы танцуем Баланчина так же, как мы танцуем Лебединое озеро. Мало того, Лебединое озеро мы начинаем лучше танцевать, когда в репертуаре есть много Баланчина. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...